Привет всем, кто смотрит канал «Страна для жизни». Мы постоянно показываем вам разных интересных людей. Вот недавно мы показывали Алексея, бывшего предпринимателя, который лишился бизнеса и даже отказался от паспорта гражданина Республики Беларусь. А сегодня у нас тоже интересный гость, который вообще пошел дальше и создал свое государство. Это не шутки. Сегодня у нас в гостях Николай, правовед. Привет, Николай. Привет, Сергей. Расскажи, что это за история такая с созданием другого государства? То есть вот эта страна для жизни, в кавычках, Беларусь, она тебе каким-то образом не нравится, и ты создал свое государство? Да, смотри, вот это длинная история. Я же учился в Академии правления при президенте. И нас учили, что вот, есть такие законы, конституции, международное право, все так соблюдается, все четко, все понятно, должно быть так. Потом, когда на практике с этим сталкиваешься, оказывается, что все не так. Так вот, обучаясь, я еще когда-то затронул тему, а как создано государство было. Я знал механизмы, что существует конвенция там 1333 года, Монте-Видео, которая говорит о том, как создается государство. И вот это все знания о государстве накапливались. Сочетался Сократа, Платона, Аристотеля, Политея государства, Томаса Кампанелла, Утопия, Томас Амора, Город Солнца, Никола Макеавелли, государь и так далее. И все эти знания накапливались. И пытаясь что-то изменить, иногда вот с ФСЗН, там налогами, когда я был предприниматель, столкнулся, это я им писал, что я не собираюсь платить, это не закон, там кучу им статей собирал. А потом я понял, что это все бесполезно. И когда уже декрет номер 3, этот уже окончательно еще показал, что в принципе в стране ничего не делается, когда я досконально разобрал по статьям и сказал, что это полное нарушение всех наших прав, я сказал, что уже пытаться что-то изменить в существующей системе, пытаться доказать, это практически нереально. Учитывая, что у нас обычно 99,8% это обвинительные приговоры, это вообще просто нонсенс. Я решил такое, что вместо того, чтобы пытаться где-то что-то изменить, легче создать что-то свое уже. И когда вот последняя капля такая настала, когда я проведал конференцию, я подумал, возьму-ка я и создам государство. Ведь такие президенты были, существуют микрогосударства, их очень много, они непризнанные, где-то кто-то что-то делал. И я решил, что на одной из конференций 11 ноября 2018 года, что в 11 часов, в 11 минут, в 11 секунд в Москве эту декларацию мы и подпишем. И вот мы в это время, вот такой вот 11, 11, 11, все числа, если сложить получается, подписали эту декларацию. Это можно посмотреть документ. Мы покажем, да? Да, да, вот в этом документе все четко. Четыре человека свидетеля подписали, поставили свои печати. В декларации все написано, как государство создается, на основании чего. Я создавал его на основании воли и изъявления. Вот с Алексеем, которым ты общался, он был один из первых, кто ко мне сразу позвонил, сказал, Коля, есть воли и изъявления? Как это? Что это вообще? А я написал документ на 70 страниц, согласно международного и национальных законодательств, которые опираются на все это. И там говорится, что каждый имеет право на самоопределение, самоидентификацию, самоопределиться. Я написал такое воли и изъявление, где все расписано, как я взаимодействую, как я живу, что я признаю, что я не признаю, какими документами, для чего я пользуюсь, чем я не пользуюсь. Все расписано, все правила. Это так называемый договор публичной оферты, где ты говоришь, вот, государство, смотрите, я самоопределился, теперь я полностью самостоятельен, полностью дееспособны, деликтоспособны, правоспособны. И я теперь взаимодействую так. И если вы хотите мне что-то предъявить, то теперь, пожалуйста, договор, соглашение. Потому что вы юридическое лицо, вы организации, даже по вашему законодательству, вступать со мной в взаимоотношения, вы должны только по заключению договора со мной. Если вы его предъявить не можете, тогда вопросов ко мне никаких нет. В налоговой, когда я был, когда я закрывал ИП, самое главное, что они говорят ответ, но вы же сами открыли ИП, вы же сами на это согласились. И это не единственный раз, когда я ходил с людьми в налоговую, и они в налоговую все время так, и в ФСЗН точно так же они говорят. Ну, если вы не хотите не взаимодействовать, мне сказали, так что получается, мы можем с вами не взаимодействовать? Конечно, можете. Говорим, отлично, значит, мы с вами взаимодействовать и не будем больше. И все, так зачем тогда усложнять себе жизнь, когда можно просто не взаимодействовать, не открывать этих ИП, не открывать этих юрлиц, не создавать себе проблемы. Хорошо, ну вот ты консультант, консультируешь людей, организации по правовым вопросам, а у тебя есть определенная ставка, по-моему, 60 долларов в час, и получается, ты не являясь ИП, как-то можешь эти деньги принимать законно, а как, научи нас, может быть, так делать? Согласно даже гражданскому кодексу, доходом и прибылью есть описание в статьях. Что является? Да, и налоги ты должен платить с прибыли. То есть, индивидуальный предприниматель, получая прибыль или налог с дохода, он платит, учитывая, что это есть. А у меня нету дохода, у меня нету прибыли. У меня все расписано по затратам. Я говорю, друзья, согласно договору публичной оферты, вы мне платите 60 долларов в час, из которых 50% идет на то, чтобы я поел, поспал, оплатил себе коммунальные расходы, жилье, одежду купил. То есть, я все это включаю в расходы. Съездил, отдохнул, я ничего не зарабатываю. У меня нету цели заработать, чтобы купить еще какую-нибудь себе яхту, накопить этих денег, еще что-то. А 50% я вкладываю в суверенный фонд, так называемый личный фонд, который создан при государстве, суверенный мир. И эти деньги идут на то, чтобы создавать какие-то блага, помогать другим людям, когда им это нужно. Условно говоря, ты вкладываешься в них, когда они начинают зарабатывать, они возвращают обратно деньги в суверенный фонд. И фонд так растет постоянно, чтобы создавать еще больше что-то полезного. То есть, можно сказать, что ты как раз строишь страну для жизни, только начал ее устроить, создание государства, фонд, и двигаешься дальше. При этом, если кто-то мне начнет что-то предъявлять, я скажу, я волонтер. А то, что мне платят, окупают затраты, я волонтер. Николай, ты вот знаешь, что наши чиновники, наши контролирующие органы очень часто перекручивают информацию. У нас много предпринимателей, которые обращаются с проблемами. То есть, они, например, могут что-то признать, просто сами могут признать, что это, например, прибыль, это доход, это выручка. Или же сказать, что ты неправильно вот это оформил, а вот это все подлежит, значит, возврату в бюджет. Или декорировали, да. Или вычисляют какие-то налоги. Из-за этого, если у нас такой ролик, незаконная схема разорения частного бизнеса, там рассказано об этом. То есть, к чему-то цепляются, якобы там вы где-то, мы это расцениваем не как волонтерство, а, например, это вот, а расцениваем это как прибыль, например. Вы должны были заплатить налог, вы не без образования там юрлица, незаконной предпринимательской деятельности, ну все что угодно, они там миллион могут статей пришить. И после этого все начинают конфисковывать, арестовывать управляющего там, ну у них юрлицо, управляющего по банкротству и все такое. То есть, неужели ты думаешь, что они к тебе точно так не придут? Они могут прийти, но для того, чтобы прийти, они должны, во-первых, сделать контрольную закупку, чтобы это доказать по факту. То есть, даже мои слова, что я здесь говорю, это не является доказательством того, что я занимаюсь предпринимательской деятельностью. При этом, предпринимательская деятельность, это систематическое получение прибыли там два и более раза с целью именно получения прибыли, еще действия с целью получения прибыли. Так вот, у меня нету систематического вот, систематики вообще, я систематически не получаю. Кому-то надо, кто-то ко мне обращается, это как знакомый друг приходит какой-нибудь. Вот человеку надо, ну надо ему, я не ставлю цель, я не рекламирую себя там и не рассказываю, что вот друзья, вот у меня я на поток поставил это, я зарабатываю деньги, с этого я буду платить налоги, еще что-то делать. При этом систематически это тоже сложно назвать, потому что я не знаю, когда будет ко мне кто-то обратиться. У меня может обратиться пару человек, например, в неделю, а может месяц я где-то нахожусь, вообще другими делами занимаюсь и я не ставлю цели даже получения прибыли, потому что когда я куда-то еду, мне, например, а меня обеспечивают едой, меня обеспечивают жильем, то есть я помогаю людям, а мне дают это так, то есть мне даже деньгами не дают. То есть мне не надо об этом думать и ломать голову. Другой вопрос, что если кто-то далеко находится, то он должен, понятно, что там ему нужно как-то перевести деньги, чтобы окупить все вот эти зарплаты. Я знаю, что ты вот постоянно куда-то ездишь, летаешь и в Россию там какие-то города, и в Минск, там другие города, то есть на конференции, консультации, то есть все-таки люди, люди хотят тебя видеть, делиться. Получать знания, которыми ты обладаешь, консультации, то есть почему именно к тебе обращаются, вот они к другим каким-то людям. Знаешь, наблюдая за тем, что происходит вот в этой правовой сфере и очень многие даже хайпуют на этой сфере. И многие же, они же видят, что происходит. И когда они видят, что существует что-то стабильное, что-то уже долгое, понятное и существуют видеоматериалы, которые снимаются, раскрываются какие-то темы. Они смотрят и понимают, что вот этот человек, вот он реально хочет рассказать, потому что он разбирает и с точки зрения законов, и с точки зрения... Есть три зоны вообще, в которых можно разбирать. Есть белая зона, законодательная зона, где все урегулировано. Делаешь так, будет так. Есть серая зона, которая не урегулирована, то есть она не урегулирована, поэтому если не урегулировано существовать самостоятельно, как я, например, живу, я говорю, это серая зона, урегулируйте, потом будем разговаривать. А есть черная зона, которая запрещает вообще, она говорит, вот так делать нельзя. Так вот, я говорю, что разве мне закон запрещает делать так, как я делаю? Нет. Если он мне не запрещает, значит, я в черную зону не попадаю. Я минимум подпадаю, может быть, под серую зону, но это не моя проблема, то, что вы не урегулировали, и я не подпадаю под какую-то там ответственность, условно говоря. При этом то, что я делаю, оно находится в белой зоне, потому что, я говорю, вот есть законы, которые мне говорят, что гражданский кодекс, статья третьей конституции говорит о том, что народ является единственным источником власти в республике Беларусь. Все, я единственный источник власти, как хочу, так и осуществляется власть непосредственно. Так вот, я непосредственно как решил, так и взаимодействую, все. То есть, ты мне вот говорил за кадром, что белорусам нужно вот создать какие-то общины, там, да, чтобы как-то защищать свои права, да, чтобы нас, а нас не вытирали ноги, вот об этом можно сказать? Да, вот существует закон, так называемый закон о местном управлении и самоуправлении. Не работает. Да, он не работает, потому что само местное управление сразу подпадает под влияние территорий этих администраций, центров, там, областных и республиканских. Но существует такая форма, как, скажем так, общинное объединение. При этом нужно понимать, что если ты организовываешь это в рамках государства, типа, мол, вот мы такая община, мы хотим ее зарегистрировать в рамках государства и хотим взаимодействовать как орган местного самоуправления. Это одно, тебя сразу по полненькой взгреют и скажут, что ты пиши это, уставы, там, еще что-нибудь. А вот если, например, я, ты, еще кто-то хотим просто объединиться и сказать, мы просто взаимодействуем друг с другом и чтобы узаконить эти взаимоотношения, мы решили образовать так называемое общество на основании какого-то гражданского соглашения. Не просто даже как граждане, а просто, учитывая, что есть гражданский кодекс, который говорит, что люди могут свободно вступать во взаимоотношения. И это можно облечь в такую форму. В такую форму, как, например, декларация о создании, допустим, территориального сообщества. Мы можем, вот, например, с нашими подписчиками в рамках канала «Страна для жизни» какое-то сообщество так сделать, чтобы ничего не нарушать? Государство называет это неформальными сообществами. Когда я, например, говорил, обсуждал эти вопросы с чиновниками, они мне говорят, ну вот же ж, все же регистрируются. А я говорю, а есть какие-нибудь, которые не регистрируются? Вот, например, в Питере мне назвали, когда приехали чиновниками, сказали, ну есть книжный клуб, вот он не зарегистрирован. Я говорю, а что вы не зарегистрировали? Ну их там мало. Ну вы же его не зарегистрировали. А почему? Он говорит, ну он нам не мешает. Он говорит, то есть кто вам не мешает? Ну иногда они проговариваются. Он говорит, то есть кто вам не мешает, того не надо регистрировать. Они же боятся, они же понимают, что сообщество, в котором есть даже 10, 20, 30 человек, оно может в Гомеле подорвать всю систему. объясняю простой механизм чтобы вот мы были ездили к андрею пауку он организовал суд на днях да на днях самое интересное для того чтобы решить этот вопрос они из гомеля вызвали юриста и одного человека машину бусик огромную стоимость тысяч 100 долларов там и так далее мы ждали вопрос откуда у вас эти деньги бусин на один день они получаются взяли юриста и другого человека специалисты там чтобы вывезли его грудо было 200 чем-то километра затраты все остальное в итоге получается что если ты хочешь что-то системе сделать и сделать правильно тебе нужно только 20 человек которые организуют 20 судов по области и вся система вот этого управления на просто накроется потому что им нужно будет в течение месяца вызвать 20 специалистов которые будут просто ездить и не смогут делать обычную работу и они этого боятся так было с декретом номер три говорю вам даже не нужно никуда выходить друзья на площади конечно это здорово что народ вышел показал что вот мы действительно какая-то общность и мы не хотим чтобы нас нагибали но важнее для них было и страшнее то о чем потом они говорили то что люди начали писать бумаги стоять там и задавать вопросы то что они пришли и говорит вы собрались на митинг но если ты стоишь в очереди в администрации тоже же не митинг это просто вы не можете с нами справиться в итоге получается можно организовать скажем так митинг законным образом мы не митингуем мы просто очередь ждем пока нам ответят и все то есть я могу вот эта серая зона так называемая когда ты можешь объяснить все что ты делаешь и она не подпадает законодательство и все и когда они уже переварила за тысячу от этих заявлений они поняли что все это алис мы закапываемся они начали наверх отправлять сверху посмотрели и поняли что надо с этим разбираться и они начали искать лазейки как что можно делать юристам дали команду чтобы те как-то нашли как вот эти терки решить и потом начали давайте под декрет номер один из изменим потом еще поменяем в итоге учета подменяли чтобы как-то эту волну сгладить типа даже обиженным деньги вернем и вернули обиженным даже деньги что кто приходил кто знает скажем так даже по телевидению не сказали что деньги можно вернуть потому что многим так деньги не вернули которые заплатили как дурачки пошли хорошо если вот вернуться к твоему государству как она вызывает суверенный мир или суверенный союз мы можем куда ссылочку на эту информацию да можно дать риан а если кто-то захочет с тобой связаться как и мы можно это возможно сетях не дали дать больше сети меня можно будет найти в кафф фейсбуке дайдера мишка слушай ну вот сколько там человек в этом государстве сейчас состоит а сейчас существует несколько организованных территориальных сообществ существуют в киеве в латвии территориальное сообщество в минске в гомеле территориальная документально не оформлен санкт-петербурге в москве они сейчас документально будут оформляться в новосибирске в пинске в голландии в германии в польше ну то есть есть уже около 20 сообществ которые готовы оформить документы сделать чтобы они понимали как взаимодействовать смысл что мы станут гражданами они могут вызывали изъявиться как они хотят согласно третьей статьи декларации создания государства они могут стать жителями и получив определенные документы либо создав свои документы как они себя заявят гражданин ты суверенного мира житель там суверентом как заявишь так и будешь взаимодействовать вопрос просто коммуникации взаимодействия паспорта не выдавить ну вот видишь например поезд да конечно мы отпечатали пробный паспорт там смотри покажу да покажешь это вот дипломатический прыщу до дипломатический пас это первый паз и можешь это предъявлять вот и тебя я езжу по нему единственное что я да единственное что я не пересекаю границы по нему еще потому что процедура пересечения границ по своему паспорту она очень долгое и сложно у меня было несколько раз незаконное пересечение границ я вообще без паспорта пересекал эти могу сказать одно что иногда без паспорта легче пересечь границу чем с паспортом то есть это вот такие вот нюансы без паспорта не нарушение надо знать нюансы каждой территории нахождения то есть я находился в тех государствах где в принципе пересечение этой границы то штраф 10 долларов если сразу оплачешь это 5 долларов если не хочешь этим заниматься а если ты не хочешь выезжать и не хочешь с этим разбираться они сказали ну тогда мы вас оставим пока вы штраф не заплатил ох как здорово можно у вас в стране остаться и никуда не выезжать и это всего лишь за то что я тут оказался вот так вот слушай ну получается ты не захотел делать беларусь страной для жизни понял что проще создать я хотел понимаешь я стремился я предлагал много нововведений много решений реально предлагал предлагал да я еще не слушаю не слушает никому это не надо вот эти все предложения которые были они вот так вот спускаются ну вы же один или чиновники говорит ну что вы один можете сделать или они так каждому отвечают этих один очень много получается и когда например я решал свой вопрос и п я когда пришел в гомельский областной фссн они миг они проговорились ну что же в один ягу на что вас таких нету с долгами да у нас таких больше 10 тысяч у которых только долгов там по 5 тысяч долларов я говорю с этого места поподробнее и тут она поняла что она сказала вообще то есть она хотела сказать что ты один такой у нас тут завала а тут получается она объяснила что в стране полная жопа вообще что и пешники не платят и пешники немного у и пешников просто денег нет проблем много и пешников за с этими долгами со всем остальным просто тюкают достают и не дают им жизни вообще хотя при правильном взаимодействии и пешники реально поднимают экономику я считал просто показатели я высчитал показатели сколько платит и пешники налогов взял показатели в ginger на и посчитала что фактически и пешники вот это вот показатель сколько не платят налогов и пенсионные течение этой пешнике покрывать пенсионные числения да ладно да вот чизто цифры сходится на все вопросы по зgede вот у нас заводы крупные например гамс pas в ваш суши гамм тельварь с работой 150 миллионов долларов в минус это официально да да а и пешники платят налоги реально а этим еще подливают я не вы вообще мусор пьявки не нужны да вот но я изначально когда начинал этот канал игре о том что если мы поддержим малый бизнес малый если мы поставим плечо дадим возможность заниматься всем потому что нам не должны запрещать этим не занимается регистрации какие-то да вот дать прямо делюсь от меня была идея вот есть номер личный номер в каждом паспорте да а мы не поставили у нас нет личного номера три образа зачем я свидетельствую по если могу написать что я такой-то такой-то заключая договор с тобой на что-то там да зачем мне для этого регистрации потому что виды деятельности можешь писать все там да просто тупо я должен ходить туда сдавать фотографии там что-то платить прописывать эти виды дети чтобы они потом ко мне цеплялись за что-нибудь понимаешь потом я чтобы не мог просто так это закрыть да то есть что за за бред дайте мне вот если у меня тебя прямо сейчас хочу семечки продать кому-то семечки стакан зачем мне это нахрен надо да да я продал стакан семечек захотел давайте на доверие заплатить какой-то там налог нового образа договорились там пять процентов от стоимости стакана семечек все самая сложность что она нет у нас нету прозрачности налогов мы когда были могли мы согласны платить налоги мы вам готовы даже платить больше но вот вы нам покажите что вот допустим есть такая-то дорога она стоит столько-то я внесу столько-то денег свой вклад и вы ее построить и она будет бесплатно или например скажите вот мы например где-то какой-то дом вы скажите что вот я в этом районе живу такой-то парк нужно внести столько-то денег я буду лично сам знать что я вношу через два года этот парк построен кто за него отвечает и так далее а у нас как деньги идут через транзитный счет поступают в бюджет мы не знаем как откуда они потом с этого транзитного счета куда не делается я смотрел изучал бюджет страны смотрел как она все распределяется где какие цифры берутся нету прозрачности прозрачности вообще никакой есть просто такие цифры которые с года в год одни те же переписы чуть-чуть видоизменяют и все в один из депутатов палаты представителей в она конопатская говорила что когда-то случайно там ну не случайно проект бюджета выбросила фейсбук где-то проект да это еще не бюджет проект и все на нее обрушилась как вы могла вообще там засветить наш этот бюджет то что должно быть открыто граждане должны знать вот значит публикуется проект черновик еще только над ним начали работать все труба то есть если можно посмотреть вот опять же депутаты же у нас ничего не решают и знаешь это на них провластные депутаты все они руку поднимают они по тунеястку голосовали по пенсионному почему там только то есть любой законопроект который они принимают почему то он не в интересах людей почему вроде бы это же представители закона представители людей да то То есть, почему все законопроекты принимают не в интересах людей? Это проблема системы и проблема внешнего управления. Притом, внешнее управление не просто, как внешнее, что кто-то есть один. Есть сектора поделенные. Сейчас Беларусь отдали под Китай. То есть, это китайская зона влияния. Это на сколько точная информация? Это на процентов 80. Я думаю, что Российская Федерация нами управляет. Там сейчас Российскую Федерацию тоже делят. Она находится Российская Федерация, Запад подпадает, восточная часть попадает под китайское управление. То есть, есть какой-то заговор массовский, они там управляют. А теперь смотри, когда ты управляешь страной и понимаешь, что тебя могут под кого-то отдают, и ты должен с кем-то мириться, тебе говорят, как силы взаимодействуют, как экономически переделывают, где какая страна, для чего она создана, для какой регион. То есть, Беларусь определили еще в 2005 году. Беларусь определили и сказали, в Европе решался этот вопрос. Сказали, что Лукашенко мы не снимаем, за Беларусь сказали там некоторые люди слова. И они сказали, что Беларусь останется у Лукашенко, потому что у нас народ огульная млявость и обаяковость для житя. Лепших мы не знодим. И будет только хуже. И поэтому сказали, что как есть, пусть оно будет, а дальше потом будем разбираться. Если народ сам решит, сам определиться, и решит, что он хочет с Европой быть, начнет как-то расти, развиваться и так далее, тогда будет этот вопрос рассматривать. Но этот вопрос сказали. Мы его закрываем лет на 10-15 минимум. Пройдет ли 10-15, если народ начал что-то думать, мы начнем уже рассматривать этот вопрос, как взаимодействовать с Беларусью. 10-15 прошло, народ начал думать или нет? А народ не начал думать. То есть, даже смотря, что происходит в Европе, где и так далее. То есть, Беларусь оставили все-таки в Европе, но под Китаем? Это просто сфера влияния. Где-то с экономикой, с экономической, где-то с политической, с геополитической ситуацией. Они смотрят и делят, как это происходит. Судя по... Смотри, а президенту приходится лавировать, играть. Он же все эти игры знает, и он понимает, что под Россию подойдет, с одними будут проблемы, подойдет под Европу, с другими. Не поделится с Китаем зону влияния. Китай хоть и далеко, но все равно китайская зона влияния, что Китай может иметь право сюда приезжать и привозить граждан, заключенное соглашение есть. Если он не пойдет, значит, будет эмбарго, запреты, еще какие-то там кредитов, жена выдавали. Мы зависим от этих кредитов, которые выдал Китай. Китай может это отозвать. Значит, проблемы в экономике. Там очень много вот этих процессов, на которые завязано. А у него есть куча своих бизнесов, поделена среди своих детей там, начиная от транспортных фур, огромное количество, тысячами, где поделена среди его родственников. Николай, ну вот возможно, соглашусь насчет Китая, потому что и Великий Камень есть, и Джили, и наши вот здесь вот недалеко Добрышская фабрика, китайский кредит, в Светлогорске тоже самое, китайцы на миллиард стоили. Ну и много объектов. Китайские районы в Минске, мы знаем, там достроятся, и уже может там и живут. Я хожу по улицам, очень часто вижу китайцев, даже во время съемок, репортажей. То есть я как бы ничего против китайцев не имею, но если есть такая угроза, то, конечно, возможно, надо более внимательно к этим всем моментам относиться. Но, значит, в разрезе того, что ты сейчас сказал, вопрос наш, наш главный вопрос нашего канала, что нужно сделать, чтобы построить реально страну для жизни, Беларусь, он уже немножко по-другому звучит. Как бы ты на него ответил? Нужно начинать с объединений граждан, жителей. Не важно, как вы себе идентифицируете. Важно, что вы объединяете и самостоятельно создаете свои органы управления на местах, свою, скажем так, свою охрану, свою юридическую помощь, взаимодействуете с врачами, взаимодействуете там с МЧС, милицией. Продожди при Руте не воспримут это силовики и представители нашел Беларусь и органов управления как подрыв какой-то государственности. А это не запрещено. То есть смотри, допустим, параллельную реальность смотри, допустим, вот мы хотим с тобой, чтобы у нас была, допустим, квалифицированная юридическая помощь, но не так, что ты идешь к юристу, он говорит, 100 долларов за рассмотр документов один день, например, чтобы просто посмотреть. А чтобы ты знал, что, например, ты взял в месяц, заплатил 1 рубль, таких тысяч человек, они заплатили, например, 500 долларов юристу молодому, и он будет сидеть, и он им всем помогает. И он всем им помогать будет месяц. Друзья, если вы хотите, вот, кстати, интересное предложение, в рамках нашего канала, у нас есть там эфиры, возможности снимать, значит, мы можем, если вам нужна юридическая такая помощь, нас много, нас уже больше 20 тысяч, уже когда выйдет этот ролик, уже будет 21 с хвостиком, значит, может быть, давайте проголосуем, напишите в комментах, если нам нужно, да, давайте мы действительно по рублю будем скидываться там по какому-то, и, значит, будет у нас какой-то юрист, который будет... Волонтер, да, который, ну, вот, ему же что-то есть надо, там, образно приезжать, куда-то надо составлять бумажки, ему нужно бумагу покупать, ручки, чернила, там, да, там затрат много, да, да, ну, я понимаю, да, я так, цитрировал, значит, если это нужно, давайте напишем, вот, под каким-то комментарием, под одним, допустим, и решим, нужен нам такой человек или нет, который будет каждый месяц консультировать каждого человека у нас на канале, там, который обращается, то есть, наших подписчиков, пожалуйста, давайте мы начнем, вот, хотя бы разбираться с какими-то проблемами, какой-то копеечки, и у нас есть человек, который помогает вам, нам дает оценку в каких-то роликах, да, например, почему нет, вот что-то случилось, вот, недавно был ролик, там, ребята сдали деньги, я все видел, на фермы для майнинга, там, около миллиона долларов сдали, и фирма, как бы, пропала с человеком, да, он по другому уголовному делу, там, его забрали, по мошенничеству тоже, да, и эти ребята остались, не, человека нет, а выполнить он якобы обязательства не может, потому что сидит, да, и вроде они как предъявить не могут, то есть, дело не возбуждается, денег нет, но дело не возбуждается, вот так вот законы, у нас криво немножко стоят, или милиция там не хочет ничего делать, а я скажу, даже проблема больше в том, что вот эти юридические услуги сейчас, во всех этих конторах, настолько дорого стоят, что человек, даже когда хочет в чем-то разобраться, он говорит, ай, не надо, короче, ну, я не буду тратить, я же умный, ну, или там, а, вось пронесет, ну, как бы, у нас же законы есть, это все работает и так далее, а потом, когда они сталкиваются с этим, говорят, а где же вы были, чем вы думали, и в силу того, что у нас нет доступной юридической помощи, правовой, люди не могут реально понять, как заключить нормальный договор, вступать ли в взаимоотношения, там, гражданский брак заключать, или там, контракт, что это такое, там, вступать ли в семейные взаимоотношения, чем это чревато, там, если это развод будет, не знают, как, когда ты заключаешь договор с кем-то, идти ли ЕП открывать, и не открывать ЭП, кому что человек, который есть опыт, он тебе расскажет, можно есть такие, это формы взаимодействия, можно даже не открывать ЭП и взаимодействовать, единый налог платить, можно, например, как репетитор, если они могут, если заплатил единый налог, то есть, что люди могли проконсультироваться, узнали, что им кто-то поможет, и поддержит recovery. Я всегда людям говорю, что, когда вы идете, даже в налоговую, вы не говорите, что вы хотите, чем вы заниматься, и не говорите, что вам нужно это оформить, А вы скажите про странные, скажите, посоветуйте мне, что мне нужно сделать, чтобы не платить налогов, либо платить меньше, чтобы мне с вами не связываться, ничем не заниматься и так далее. Чтобы мы могли жить в стране для жизни, значит, вот эти моменты объединятся для того, чтобы мы могли получать, вот, например, юридического, что еще? Вот для этого я и создавал эти территориальные сообщества, и сам принцип государства-суверенный мир не для того, чтобы создать прям государство, которое поглотит другое государство или сменит власть им и так далее. А для того, чтобы это была какая-то форма образования, которая помогает людям самоопределиться, дать им возможность организовать свои сообщества, объяснить, как это сделать. А это лишь все лишь законная форма, которая говорит о том, что мы имеем право это делать, на что ссылаться в крайнем случае, чтобы себя иметь возможность защищать. Потому что нужно такие сообщества создавать. И это сообщество, оно же создается легко, пишется декларация, люди ее подписывают. При этом, если они сделают еще документ своего волеизъявления, неважно в какой он форме, этих форм волеизъявления может быть много, главное, что ты волеизъявился и сказал, я волеизъявился и я хочу жить теперь так. Мы можем в рамках нашего канала «Страна для жизни» вот такое сообщество создать, территориально это Республика Беларусь, сделать вот эту декларацию, можешь нам помочь составить? Чтобы вы выложили это, грубо говоря, ссылочку прямо в ролике, кто хочет, чтобы присоединился к этому сообществу. Это будет, допустим, ваше сообщество под названием, допустим, «Страна для жизни». И при этом есть, вот у меня, например, есть вид документа «Соглашение о взаимодействии с другими сообществами». То есть это соглашение между сообществами, как они взаимодействуют. То есть это даже не обязательно территориальное сообщество. Это может быть сообщество, объединенное, как ты говоришь, единое общие цели, например, «Страна для жизни». Цель, но и территория Республики Беларусь. может быть как пропишите как беларуси которые за границей живут я думаю то есть в принципе если они захотел они тоже должны иметь возможность присоединиться поэтому наверно ограничивать территории может тоже вставить документы покажу как выглядит это соглашение покажем покажем может быть мы к выходу ролика уже такой документ сможем опубликовать чтобы люди кто захотел присоединился и мы тогда если они присоединятся то есть юридическую еще какую-то помощь можем вот своим значит членом сообщества оказывать правильно точно не оказывается помогать им на в этих вопросов и я вот объединяет эти сообщества из разных регионов то есть я не объединяю из европы и из украины там россии и беларуси там из турции права знаешь и российской украинской друг да стараюсь быть в курсе по самым основным вопросам отслеживать это изучать у нас законодательство все схожая система к диплом особенно в бывшем советском союзе на сброс на советском союзе все близко это все еще что-то кроме вот сообщества что нужно чтобы построить страну для жизни нужно нужно решать экономические вопросы в первую очередь это в первую очередь еда вода и крыша над головой мы сейчас в украине например сейчас разрабатывают проекты уже по строительству так называемая скам так ячейки где дом теплица и самообеспечение полно где можно это построить на своем участке там минимальными средствами начинают маленькому зависимости только какие средства начинают маленького дом домика кто-то может побольше хочет но чтобы ты приехал и в течение года уже ты мог еду выращивать и у тебя было электричество свое все обеспечение и ты мог продавать еще излишки и заниматься еще каким-то ремеслом то есть встраиваться в цепочку при этом на определенную территорию мы разу разрабатываем уже возможность понять какой основной вид деятельности бизнеса либо более крупное тепличное производство есть в украине примеры куда она могут нам привести это построить здесь беларуси сделать на своей собственной земле учитывая что просто вместе все совместно работают это не фермерское хозяйство просто люди решили что у кого-то построили теплицу Выращивают еду, поделили, каждый вырастил А излишки просто каждый якобы продает по доверенности Одному человеку написали, и он от лица их всех продает это как излишки продаж То есть каждому даже не нужно идти продавать Все, это законно Это здорово То есть нужно просто знать такие формы взаимодействия, как это делать А когда человек не знает, он не знает за что браться, с чего начать, как собрать деньги Поэтому я говорю, что нужно просто определиться, что ты хочешь сделать Организовать какой-то фонд, доверенное лицо, например, в территориальном сообществе Куда, например, мы говорим, вот этот счет, мы на него скидываем деньги, все прозрачно, есть отчетность, мы покупаем потом вот это, вот это, вот это, вот это, ставим там-то, 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 нужно столько-то работников, и мы создаем и рабочие места, и возможность людям зарабатывать, и жить, и возможность и получать и здоровую, чистую воду, еду, и крышу над головой, и мы решаем основные проблемы. Но если же мы это решаем, получается, мы-то решаем, а государство не решает. Я же поездил вообще, вот мы были у Василя вообще, но это же печальное зрелище, когда ты смотришь, как люди живут, и я в Октябрьском, да, я вспоминаю, да, я приезжал тоже в Октябрьском, но его не застал, когда у нас была там съемка. И я вспоминаю, на самом деле, у скольких людей, скольких жителей нашей страны, других стран, я был в гостях, насколько на самом деле народы бедно живут, плохо, насколько вот это нищета, насколько люди считают копейки, когда слышите разговоры в магазинах, когда они какие-то копейки считают. Бабушка приходит, четвертинку хлеба, четвертинку отрежьте, я не хочу половину, я не съел. И я когда это вижу, я просто людям, вот им, я даю им деньги, возьмите, купите себе, потому что, как бы, я могу себе это позволить, то есть, я время распределяю так, у меня просто больше понимания, как деньги сэкономить, как правильно жить и как их зарабатывать, чтобы мне хватало. То есть, это базовые понятия и тайм-менеджмента, и мани-менеджмента, потому что я работал как бизнес-тренер, корпоративный тренер, начиная с 2009 года. У меня богатый опыт в крупных компаниях работы и в России, и в Беларуси. Николай, ну вот если какие-то наши подписчики, там прям острые вопросы какие-то свои напишут, ты сможешь в комментариях краткий ответ дать, если где это можно, понятно, что где-то надо изучать. Прям вот под роликом, просто сказать им, куда их направить. Я стараюсь, когда я вижу, что человек, вот, я придерживаюсь принципа, если человек может задать грамотно вопрос там, чтобы в одну минуту уложиться, если вы прочитаете, он конкретный и не требует такого разбирательства конкретно, а вот именно направление дать сказать, куда, я пишу всегда, везде под своими комментариями, везде, что вот, вот это, вот это надо сделать вот это, либо обратив внимание на это. Если человек с головой, он поймет. Если не с головой, мне не хватает знания, ну, извините, я не могу на всех разорваться. Я и так очень много всего этого делаю. И многие думают, что вот, они такие говорят, что знаешь, как вот блогеры там зарабатывают деньги, или еще кто-то зарабатывает деньги. Они одной копейки не заработают. Они не понимают, что мы трудимся, не покладая рук, я ложусь в 2-3 часа ночи, поднимаюсь часов в 6-7, потому что нужно решать дела, я не досыпаю вообще последние несколько лет вообще. И когда люди начинают со мной взаимодействовать и начинают даже делать простые вещи, типа территориальное сообщество, еще что-то, они просто не понимают, как я вообще успеваю еще быть в курсе всех событий, писать документы, решать эти вопросы, еще умудряться оказывать эти консультации и еще разъезжать где-то все это делать. Да, это кажется так со стороны, может, все красивая картинка, но дело в том, что действительно мы работаем тоже без выходных, вот когда мы там с марта начали, может, один или два было вот за все время, пока мы этим каналом занимаемся. Причем иногда приезжаешь и ночью, и ночью бывает, что монтируешь ролик, чтобы он утром вышел, такое даже бывает, да. То есть, но со стороны кому-то кажется, еще некоторые даже умудряются называть там блохер, да, то есть вот блохер, бородатый там олень, еще что-то, ну это все здорово. Я понимаю, что это тролли какие-то там, потому что большинство людей, которые пишут комментарии, они положительные. И вот хочу поблагодарить за поддержку всех. Николай, мы сможем тебя приглашать вот как эксперты на какие-то короткие, короткие какие-то, давать комментарии по какой-то проблеме, о которой мы делаем развернутое видео, можем это, да, на будущее дело. Даже вот, может быть, где-то мы тебя застанем в командировке в какой-то стране, чтобы мы тебе могли там, ну, задать вопрос там или показать даже ролик, вот, проблему, которую мы сняли, чтобы ты просто дал там на телефон, и мы вставим в это в ролик, там, короткое видео, что вот здесь явно там вот такие нарушения, и нужно, скорее всего, вот это вот это посмотреть и вот так, наверное, поступить. То есть, такие какие-то можем комментарии записывать, да? Такие нужно делать с комментариями. Нужно, потому что мы, когда показываем эту проблему, надо комментарии экспертов, обязательно, потому что, ну, так это субъективное мнение, так мы спросили людей, которые хотя бы знают там право, да, еще с чем-то знакомым, сталкивались, потому что я не юрист, например, да, вот, я предприниматель. Я бы тоже хотел такое сообщество иногда, я же говорю, почему я это все делаю, потому что это очень удобно, когда даже я могу позвонить человеку, вот, вот, например, как вопрос Андрея Паук, вот взяли, собрались, вместе поехали, и когда мы приезжаем туда, приезжает этот начальник милиции, у них там стоит и такой отчитывается, он всего там боится, и так поворачивается, когда ему вопросы задают, он не знает, что отвечать, потому что сидит в зале 20 человек, экспертов, правоведов там, активных и так далее, и они понимают, что им противопоставить нечего, и то, что они говорят, они говорят максимум судье, которые в такой же патовой ситуации, он понимает, что и не тем, и не тем, и как бы, чтобы сделать, и он понимает тоже вот эту всю ситуацию. У Паука есть шанс какие-то? Есть шансы, конечно, есть, и шансы очень большие, учитывая, что, я же говорю, 99,8% это, скажем так, по обвинению выигрышные дела, значит, вероятность того, что он проиграет, там, 0,2%, а учитывая, что у него на руках лежат документы, что он невиновен, что он ничего не минировал, и поэтому, когда ты слушал, мы слушали эту женщину, Валентину, когда она рассказывала, вот паук такой сякой, там, хочет этим воспользоваться, это все он сделал, я сказал Андрею, что она тебя обвиняет, то есть она не имеет права тебя обвинять, можно подавать иск о защите чести и достоинства, потому что у тебя на руках бумага, что ты невиновен, и ты ничего не делал, что дело закрыто. То есть, если дело закрыто, то по законодательству, если тебе нанесли ущерб, и дело закрыто в твою пользу, ты невиновен, ты имеешь право подать иск о возмещении морального вреда. И он это делает. Систему вернешь что-нибудь с него? Система, знаешь, проблема в том, что у них, как таковых, механизмов возврата нету. Как доить, у них есть. А когда возврат, это надо поднимать всех снизу до самого верха, до начальника обл. исполкома, и еще звонить в Минск на самый верх и говорить, где взять деньги. Потому что деньги все поделены, все уже рассчитано, и взять эти деньги негде. Значит, надо с кого-то оштрафовать, с кого-то взять, высчитать еще штрафы. То есть, получается, надо будет кого-то наказывать, чтобы кому-то отдать. А высчитать деньги, значит, надо из какой-то статьи бюджета изъять. А значит, надо изменять изменения в законодательстве. Значит, надо принимать решения. А если будет еще такой прецедент, открытый, что из бюджета взяли еще что-то, значит, нужно будет по аналогии другим тоже выплачивать. Значит, надо искать такой механизм, где взять деньги, чтобы потом нельзя было зацепиться, что откуда-то их берут. То есть, они будут изыскивать такие возможности, если он выиграет дело, чтобы потом нельзя было другим никак выплатить. То есть, они будут искать самые оптимальные варианты, чтобы это дело закрыть и чтобы оно не послужило прецедентом для дальнейшего хода. Но понятно, что, скорее всего, судья просто там в Рудобеле вынесет решение, отправит это в область и пусть в области уже разбираются. Спасибо тебе за такой интересный разговор. Надеюсь, что мы будем еще встречаться, может быть, на совместных стримах будем прямо с людьми общаться, почему нет. Единственное, что графики состыкуем, да, я думаю, что мы сможем записаться. Николай, спасибо тебе за такой интересный разговор. Я не знал, что у нас можно создавать государство, что можно делать свои документы, права там, устарение личности. И все это законно, создавать сообщество, это очень интересная беседа. Я думаю, что те идеи, которые ты подсказал мне сегодня, нашим подписчикам, они, возможно, найдут продолжение в создании этого сообщества нашего, страна для жизни. Хочу тебя поблагодарить, сказать тебе большое счастливое спасибо. И тебе огромное вообще благодарю за то, что пригласил вас. Субтитры подогнал «Симон»